Шумбрачиевички Вейкси Алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова программа «Шумбрат Раф» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. В 2024 году будет отмечаться юбилей, пожалуй, самого значимого для развития мордовской культуры человека. Эрзианский этнограф, педагог, автор первого эрзианского букваря на кириллице. Он всю свою жизнь посвятил национальному просветительству. Это Юртов Авксентий Филиппович. К 170-летию со дня рождения Авксентия Филипповича в Ульяновской области был разработан план мероприятий, посвященных этому юбилею. И первое мероприятие уже прошло 15 сентября в селе Кивать Кузоватовского района. Давайте посмотрим сюжет. Межрегиональная конференция «Учитель учителей. Первый просветитель мордовского народа», которая прошла на Кузоватовской земле, дала старт празднованию 170-летия со дня рождения Авксентия Юртова, просветителя мордовского народа. Педагог, этнограф, автор первого эрзианского букваря на основе кириллицы, родился 8 февраля по старому стилю 1854 года. В 37 лет Юртов принял сан священника и служил в одном из приходов Уфимской губернии. Долгие годы имя Юртова находилось в забвении. Сейчас наша задача восстановить историческую справедливость и дать все то, что он заслуживает за свою деятельность, которую он в свое время совершал. Дело в том, что только лишь благодаря ему мы теперь, мордва, можем равноценно стоять с другими народами в одном ряду, разговаривать на русском языке. И теперь уже используя русский язык, мы стараемся сохранять свой эрзианский и макшанский языки. Почетным гостем мероприятия стал Анатолий Юртов, внук Аксентия Филипповича Юртова. По словам Анатолия Викторовича, только благодаря деду в селе появилась церковь и церковно-приходская школа. В 1895 году открыли эту школу, где он сам около 25 лет преподавал закон Божий, арифметику, числописание, даже домострой. Вел уроки пения, сам играл на скрипке. Вот моя бабушка, моя мама, значит, училась и папа мой учился у него. В настоящее время Анатолий Викторович живет в башкирском селе Ильтеряково, бывшей Андреевки, там, где жил и трудился на благо народа его дед. В 90-е годы Анатолий Викторович вместе с сыном восстановил могилу деда. На конференции отметили, что Ульяновская область – единственный регион в стране, за исключением Республики Мордовия, где благодаря совместной работе Министерства образования и Института развития образования удается преподавать ирзианский язык. На сегодня его изучает более 400 детей. В этот же день гости посетили село Кивать Кузоватовского района, где много лет действует уникальный мордовский этнографический комплекс «Мастарава». Всех гостей Наталья Кузьмина встречает в роли Мастаравы, Матери-Земли. Край мордовский свой я прославляю. Добрый день и здравия желаю. Я Мастарава, Мать-Земли мордовской. Как напоминание, что современный Морд-2 – носители православной, а не языческой культуры, на территории комплекса возвышается часовня, где можно испить прохладной целебной воды. По всей территории этнокомплекса возвышаются статуи с изображением героев мордовского эпоса. Так, у подножия языческой богини-матери и плодородия, прародительницы всех остальных богов Ангипатей, можно загадать здоровье и пополнение в семье. В избе музея всех гостей по Стараву угостила чаем с богородской травой, которая растет на склоне горы, и пирогом с картошкой – панджакай. Интересные украшения Мастаравы. Оказывается, ни одна бусинка, ни одна вышивка в мордовском костюме не существует просто для красоты и бессмысла. Их предназначение в основном – оберегать женщину-мать, семью, род, даровать силу и здоровье. А странный головной убор Мастарава-панга оказался грибом. Ведь мать-земля объединяет всех своих детей и все творения – от грибов в земле до птиц в небе. Напомним, что на территории этнографического комплекса каждый год проходит уникальный фестиваль мордовской культуры – «Мастаравань-мород», который может посетить каждый. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда.ТВ А у нас в гостях сегодня Наталья Кузьмина – администратор киватского этнографического комплекса и по совместительству мать-земля Мастурава – эрзианская богиня плодородия. Здравствуйте, Наташа. Шум врачей. И Наташа приехала сегодня не одна. Я приехала с чудесными нашими девочками, ученицами Киватской средней школы, с юными этнографами. Это с почаниной Юлией, ученицей 10 класса, и с ученицей 11 класса Шириной Анной. Шум врачи. Наталья, скажите, пожалуйста, как возникла идея открыть этнографический комплекс? И сколько лет он уже радует людей? Этнографический комплекс Мастурава людей уже радует 16 лет. Первый раз в 2008 году решили сделать мордовский праздник в районном поселке Кузоватове на Центральной площади. Места мало в центре Кузоватова. Надо было, чтобы сделали большую площадку. А так как глава администрации Кузоватовского района, родом села Кивати, Александр Наумович Вильчик, он предложил сделать этот праздник у подножия прекрасной чудной горы в селе Кивать, у подножия Попань-Панда. Это есть такая у нас гора чудесная, где всегда в стародавние времена собирался народ. И праздновали праздники мордовские. И в этот раз у них возникла эта идея, и они с архитекторами, это с Кузнецовым Павловичем, к сожалению, его уже нет, и с Кондрашкиным Иваном Александровичем сделали проект по строительству и построили уникальный комплекс этнографический, который назвали в честь богини-матери Мастурава, куда приезжает очень много людей до сих пор. И этот комплекс служит как прекрасное место для проведения различных мероприятий. Мы много показываем обычаев и обрядов, которые взяли с 17 века, так как нашу деревню, этнографический комплекс создали по идее 17 века, чтобы вот не как в настоящее время у нас деревня, а та деревня, которая служила в 17 веке. У нас до сих пор, например, располагаются домики с резными наличниками, есть колодец журавль, есть дом-музей, где у нас располагаются экспозиции старинные. И туристы наши посещают, им очень нравится это все. Они словно делают временной скачок и попадают в старину. Наталья, я прекрасно знаю, потому что была не раз сама участницей уникального мордовского фестиваля «Мастур Аванморот». Как он проходит? И кто может принять участие в этом фестивале? Он проходит ежегодно, он проходит летом, в июне месяце. Собирают очень большое количество людей, гостей, которые приезжают со всех уголков России, даже приезжали с Германии, были гости у нас, иностранцы, которым очень нравится этот праздник. Он проходит очень массово, весело, где звучат мордовские песни. Мы показываем мордовские игры. Это работает много площадок, где играет гармонь, где идут духовые инструменты старинные. Это торома, дудочки, балалайка, различные на ложках играют. Нам приезжают мастера и художники со всей России, которые показывают свое мастерство, что они умеют делать, как их учили в старину их непрадеды и прабабушки. Наташа, скажите, пожалуйста, какие еще мероприятия проходят в вашем комплексе? В настоящее время у нас ежемесячно проходят различные мероприятия, районного масштаба, областные мероприятия. Но в мае месяце у нас прошло... Патриотические, да, я знаю. В патриотическом направлении мероприятие прошло за мир, за правду, за победу. И про это мероприятие я бы хотела, чтобы рассказала Патчанина Юлия, потому что это молодежное мероприятие. Этнокомплекс тесно сотрудничает с нашей школой. В мае 2023 года совместно провели военно-патриотическую игру за мир, за память, за победу, которая очень актуальна в наше время. В ней приняли участие более ста участников, учеников нашей области. Игра прошла весело, мощно и патриотично. Наташа, но, наверное, это тоже не все еще мероприятия, которые вы проводите. Расскажите поподробнее о других мероприятиях. Наши мероприятия на комплексы делятся на времена года. Это Тундо, Кизе, Сокс и Теле. И все мероприятия проходят согласно календарному плану. Очень много мероприятий связаны с молодежью. Это такие мероприятия, как киват стили этно. Этнодискотеки мы проводим ежемесячно, где встречаются пожилые и молодежь, где они показывают свое мастерство, свои таланты. А также мы проводим мероприятия для людей с ограниченными возможностями «Звездный путь». В этом году, в 29-м, мы провели мероприятие «Каша-фест», где мы собрали многодетных семей и людей с ограниченными возможностями, где представили очень-очень много мартузских каш и угощали их. Это было очень весело, это всем очень понравилось. И очень вкусно. И очень вкусно, да. Также такие мероприятия еще проходят как спортивные состязания для пожилых тоже людей и для среднего возраста, где собираются и также показывают такое мастерство, как метание бревна, метание мордовского меча. Это все проходит очень весело. У нас ежегодно работает резиденция мордовского Деда Мороза и Акшамати, которые посещают туристы, дети со всей Ульяновской области. В состав этнокомплекса также входит интерактивный музей «Мордовская усадьба». Что вы можете рассказать об этом? Это уникальный дом-музей, где мы показываем свой быт, свою культуру, проводим мастер-классы. Ну и про это, я думаю, расскажет моя помощница Ширина Анна. Особенное место в нашем музее занимает интерьер мордовской крестьянской усадьбы. В нем расположены разные экспонаты. Эти экспонаты мы собираем всем селом. Войдя в музей, можно увидеть действующую печь. Также зыбку, на которой раньше укачивали младенцев, красный угол, на котором расположен самовар и очень много различных икон. Также у нас проходит фотозона. Она называется «Кивать на память». Каждая семья может приехать и сфотографироваться в нашей фотозоне «Кивать на память». Я понимаю так, что у девочек много талантов у ваших. Они и поют с вами, и пляшут, и собирают всякие музейные предметы, и ведут экскурсии. А сегодня нам они, наверное, что-то приготовили. Так как наша площадка называется «Мастер-авань-морот» – «Песни матери земли», и Почанина Юлия приготовила чудное, волшебное стихотворение. Называется оно «Мать-земля», и она хотела бы вам прочитать. Успехов вам во всем, мои дорогие гости! А сегодня я прощаюсь с вами. Благодарю вас за ваши прекрасные выступления, рассказы, за вашу работу. Надеюсь, что встретимся с вами в этнокомплексе в селе Кивать Кузоватовского района. А сегодня мы прощаемся с вами. Наша программа выходит на канале AllPrauda.TV, и в записи ее всегда можно посмотреть на сайте AllPrauda.ru. До свидания! Васто, Мазанок! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok